Всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск Ньюсблока Крипто на канале Крипто Комманс. Мы открываем эту неделю свежей подборкой самых важных и интересных новостей из мира крипто, самый сок и анализ которых вы услышите уже в ближайшие мгновения. И не теряя ни минуты, мы переходим к делу. Итак, сегодня в выпуске. Ripple Lab сообщила о начале стратегического партнерства. У MicroStrategy рекордная нереализованная прибыль. И снова взлом. PlayDub похудела на 31 миллион долларов. И завершит наш выпуск обзор рынка с Крипто Зарусом. Оставайтесь с нами. Итак, XRP интегрируется с ключевым партнером Flare Networks и вот каким образом. Компания Ripple интегрируется со своим давним союзником Flare Networks. С подробностями генеральный директор последний Hugo Fillon. По словам Филона, интеграция будет осуществляться с помощью Layer Cake – децентрализованного актива, которое расширит интеграцию XRP и с другими протоколами помимо Flare Networks. Экосистема XRP в последнее время сделала решительный разворот, поскольку в прошлом году в XRP Ledger появился сайдчейнг Сахао, а также запущено решение масштабирования второго уровня Evernote. Дорогой зритель, возможно ты помнишь, что изначальная стратегия XRP заключалась в фокусе на традиционные финансы или TradeFi. Как мы видим, последние годы эта стратегия претерпела изменения. Что неудивительно, ведь и сами традиционные финансы начинают всё активнее смотреть в сторону крипто. И здесь XRP решила не отставать. Ведь на минуту, если отбросить стейбл-коин-тизер, то XRP будет крипто номер 5 по своей капитализации, уступая лишь трём альткоинам – эфиру, BNB и Solana. А ещё, дорогой зритель, ты должен помнить, что дело с SEC ещё не закончилось. И несмотря на то, что в прошлом году решение суда было в пользу Ripple Labs, всё это лишь означает победу в одном бою, но не в целой войне. Так что пожелаем Ripple удачи и продолжим ходлить, не забывая, что это не финансовый совет. Идём дальше. Вот чему равна стала нереализованная прибыль MicroStrategy после того, как цена биткоина перевалила за 47к. Крупнейшему корпоративному держателю биткоинов пришлось пережить болезненную криптозиму в 2022 и 2023 годах. Но ситуация изменилась. Компания покупала бесчисленное количество раз, не обращая внимания на состояние рынка и тому, торговался ли биткоин по цене более 50 тысяч долларов или ниже 20 тысяч. И несмотря на то, что селлер всё-таки ушёл с поста генерального директора, он взял на себя роль, ориентированную на биткоин, и компания продолжала накапливать капитал. Количество биткоинов у MicroStrategy продолжало расти и совсем недавно достигло ошеломляющего уровня в 190 тысяч биткоинов. Учитывая стратегию компании по усреднению долларовой стоимости или DCA при покупке такого огромного количества, её средняя цена входа составляет 31 464 доллара. То есть MicroStrategy потратила на накопление всего своего биткоин-портфеля всего лишь 6 миллиардов долларов. И поскольку цена биткоина в настоящее время превышает 47 тысяч долларов, активы компании теперь стоят на 50% больше или чуть более 9 миллиардов долларов. Но что здесь могут описать слова? Вы только посмотрите на этот график. MicroStrategy покупала биткоин буквально постоянно, как только была принята биткоин-стратегия компании. И хоть на этом графике и не указано количество, мы всё равно можем с лёгкостью сделать ключевой вывод. А он заключается в следующем. Как бы ни двигалась цена биткоина вверх или вниз, себестоимость имеющихся биткоинов практически не меняется и находится на уровне около 31 тысячи. И теперь, когда цена биткоина уверенно перепрыгнула эту планку, остаётся только подсчитывать зелёные проценты. Но разве не об этом ты каждый раз мечтал, дорогой зритель, когда заходил или боялся зайти в сделку? Но за всё нужно платить. И возвращаясь к тому, какую сложную зиму пережил Майкл Селлер и его компания, находясь в минусе, но продолжая докупать биткоин, остаётся только восхищаться стойкости этого мужика. Майкл, у тебя действительно стальные еб***ца. Игровую платформу Web3 PlayDub взломали на 31 миллион долларов. Платформа по блокчейн-безопасности Savers Alerts обратила внимание, что адрес развертывания PlayDub был скомпрометирован вредоносным объектом, добавившим себя в качестве авторизованного эмитента на платформе Web3. Воспользовавшись этим доступом, злоумышленник смог выпустить 200 миллионов токенов PLA на сумму примерно 31 миллион долларов. Украденные активы были быстро распространены по разным адресам, при этом значительная часть активов на сумму 5,9 миллиона долларов была переведена на биржу Gate.io. Пострадавшая компания уведомила партнёрские биржи и призвала их принять меры по предотвращению оборота украденных активов. Она также сообщила, что переносит все токены PLA, принадлежащие PlayDub, в новый кошелёк, чтобы защитить свои активы от любых дальнейших рисков. Одновременно с этим компания уведомила укравшего актива хакера о готовности выплатить вознаграждение, если все украденные активы будут возвращены. Однако на момент подготовки этой новости ответа от хакера не поступило. Дорогой зритель, здесь выводы очевидны. Никогда не храни свои активы на кошельках, имеющих открытые разрешения для контрактов децентрализованных финансов. Все твои монеты и токены ты должен хранить только на собственных некостидиальных кошельках. Кстати, замечу, что цена токена, конечно же, отреагировала на данное событие, но не так плохо, как можно было ожидать. Со своего пика, предшествующего взлому, токен упал в самой нижней своей точке примерно на 16%, и в настоящий момент постепенно восстанавливается. И завершает наш сегодняшний выпуск обзор крипторынка от Джорджа Танго, более известного как Криптозарус. И хоть вот прямо сейчас биткоин преодолел отметку в 49 тысяч и продолжает активно расти, перебив январскую вершину на позитивных новостях об одобрении биткоин-этф, и готовый начать атаку вершин декабря 2021. Предлагаю все-таки послушать мнение эксперта. Итак, Джордж, тебе слово. Если сложить все факторы совместно по биткоину и посмотреть на получившуюся картину, то нет никаких вариантов того, чтобы вы не видели здесь бычью картину. В настоящий момент 95% людей, удерживающих биткоин, находятся в прибыли. 95% и мы даже не приблизились к 60 тысячам. Мы даже не приблизились к 69 тысячам. Но это все потому, что до этого, когда мы были в 2021, мы недолго находились выше 50 тысяч. Мы как бы быстро преодолели эту отметку. Но большинство тех, кто покупал в 2021, покупали дешевле 50. Вот почему логично, что прямо сейчас мы находимся на отметке в 95% прибыльности. Но 100% вероятности того, что эта цифра поднимется до 99%. Скоро. Очень скоро. Так что последнее, что я хотел добавить относительно биткоина и показать вам, повторюсь, это циклы. Цикл 1, цикл 2, цикл 3, цикл 4. Это прогноз того, где закончатся, дорогие зрители, этот цикл. И вы видите сами. Цикл 2021 года был завершен преждевременно. Мы должны были достичь 100 тысяч в 2021 году. Это все Джером Пауэлл. Порезал ставки, которые нас немножко подкосили. В противном случае, мы бы достигли 100 тысяч. Так что мы немного отстаем, мы немножко не достали этой кривой. Но в этот раз, если мы достигнем данной кривой, то будет минимум, по крайней мере, 250 тысяч. Повторюсь, эффект множителя. Будет ли это 6x, 8x или 10x от 45000? Кто же его знает? Верно? Но вот что я знаю. Буквально каждый цикл после халвинга происходит очень и очень побычье. Джордж, это было потрясающе. И пока ты произносил эту короткую, но вдохновляющую речь, цена биткоина вплотную подошла к отметке в 50 тысяч долларов. Поэтому без промедления мы завершаем данный выпуск, закупаем попкорн и начинаем активно радоваться. По крайней мере, сейчас. Так что на этой очень позитивной ноте я желаю вам успешного трейдинга, отличного вечера и до встречи в следующем выпуске.